а самооценка это интересная тема 50 процентов людей которые приходят ко мне в консультацию приходит напрямую с проблемой низкой самооценки и последствиями остальные 50 не формулируя напрямую эту проблему приходит уже с последствиями низкой самооценки неудавшиеся личная жизнь профессиональная жизнь расторгнутые братья сложности с детьми и родителями и так далее скажем так это одна из самых серьезных тем которые вообще волнует людей лишь давай сначала разберемся в понятиях что такое адекватная самооценка что такое неадекватная самооценка чтобы нашим гостям и сети зрителям было понятно во-первых давайте разберемся с самим словом самооценка он двухкорневой там есть два корня сам и оцен это имеется ввиду когда человек сам себя оценивает многие люди этого не понимают и когда их спрашивает скажите о себе они начинают говорить мама говорит что я так на работе считают меня мой муж думает про меня я говорю женщина это не самооценка этими рассказываете как вы выглядите со стороны глазах других людей и тут выясняется что большинство людей не могут себя описать вообще никак то есть них самооценка плавающие зависящие от настроения и так далее да и так первое самооценка это только тогда когда вы сами себя оцениваете второе самооценки бывает 3 заниженная завышенная и адекватная понятно что адекватная та которая соответствует вашему реальному статусу мы будем говорить совершенно больше о заниженной самооценке завышенной мало кому интересно как психолог я могу сказать что если у человека есть проблема то лучше всегда иметь завышенную самооценку чем заниженная пусть о вас думаю что хотят из его себя там предвзято высокого мнения вам легче жить чем если вы не заслужены низкого мнения о себе хотя лучше иметь адекватную самооценку а я сейчас вспоминаю когда моя дочь училась в израильской школе значит каждый год они писали характеристику сами на себя и на детей в классе каждый ребенок в классе писал характеристику на себя и на остальных детей в классе это было гениально я это рассказал может кому-то из учителей которые смотрят сейчас наша программа а захочется сделать у себя в школе что это значит ребенок себя каким-то образом оценивает а потом читает 30 оценок других людей которые друзья и враги и любят и не любят и ребенок также пишет о других и о себе и это каждый год постоянно идет коррекции самооценки чтобы человек имел представление много дела вообще на каком цвете кто он что о нем думает и это помогает ему себя правильно оценить очень полезно я считаю занятия так вот я думаю что мы и большей части сегодня конечно будем говорить имена заниженной самооценки больше всего проблем создает она дамы немножко остановимся у нас есть звоночек прям сразу звоночек можно попросить нам наш звонок готов или мы еще ждем пока ждем подготавливают говорят нас слушает алло добрый вечер алло здравствуйте здравствуйте добрый вечер представь добрый вечер а зовут вас а меня зовут анна она продолжается не останавливает марна нет рассказывать ваш вопрос михаил у меня по мне вопрос вопрос заключается в следующем я очень часто боюсь сказать что меня что-то не устраивает а как я пришла к выводу что я боюсь реакции человека на мой отказ и соответственно тем что вы говорите нет не устраиваем она какой реакции вы боитесь ну я боюсь возможной агрессии каких-то выпадов в свою сторону я боюсь не понравится но это вот я просто об этом думал и пришла к новым выводам и я так на хотела узнать вот чтобы вы посоветовали для преодоления вот этих страхов потому что очень часто я тебя заставляю все-таки озвучивать травме не нравится у меня не всегда получается но вы пробуете до заставляете все конечно уже неоднократно потому что меня все туда стало как говорят приличных передач и спасибо за звонок я вам постараюсь ответить значит к сожалению это такая психосоматической ситуации когда ребенка еще в детстве не слушает перебивают его мнение неинтересно а очень часто и выражают агрессию то есть за высказывание своей точки зрения или мнения или несогласие с караб с родителями ребенок получают по попе или по голове то он привыкает к тому что а ему не надо высовываться не надо говорить о том а что он думает ибо надо говорить то что от него хотят услышать и к сожалению почему я сказал психосоматика очень часто в голове образуются такие обскавленные цепи то есть знаете у чек автоматически вот это нервное нервное состояние возникает то есть он понимаешь это не то что он хочет ответить да а страх вот заключается в том что не было и быстро происходит такая ситуация то есть эти не нервные процессы они идут привычным детства путем вы знаете как вы помните в школе может быть как кролик цепенеет перед удавом да он же не специально это делает у нее автоматически из поколения поколения выработана реакция рефлекс мы в рефлекс правильно мышечный спазм такой так у человека который привык с детства боятся как только возникает цитата так раз сразу и сжимается и не может сказать поэтому когда человек делает по-своему перебарывает себя и заставляет сказать то что он хочет вы не ворвутся эти порочные нервные цепи дайте так назовем не не ударяясь физиологию он ломает свой стереотип и у него появляется шанс что он научится не бояться и научиться соответственно и самооценку повышать высказывает свою точку зрения без вариантов или он всю жизнь проживет с жертвой считая что все против него ополчились его хотят там ударить я не знаю унизить что-нибудь он вынужден себя так вести или он пойдет поперек этого детского страха преодолеть его и будет чувствовать себя полноценно но она сказала две вещи первый страх автор она сказал я боюсь вот не про физические до насилия а что типа меня как бы любить не будут что я не понравлюсь вот это более распространенной ситуации потому что мы не думаем что если нас на работе спрашивают типа что-то мы отвечаем так но сейчас избивать начнут избивать начнут когда ты у меня в самом классе играть 20 копеек давай сюда однако лишь нет вот у тебя больше шансов получить по голове чем у взрослого человека там дома или там на работе в каких-то ситуациях но там возникает проблема который сказала она что ты боишься не понравится ты боишься поссориться с кем-то и ты подстраиваешься под людей чтобы они были к тебе лояльны это к сожалению происходит когда ты сам себя не любишь тебе очень важно нравится остальным это всегда так человек который я уже много раз говорил любит себя вот спокойно относится любит его другие не любят и так далее как скала раневская про джаконда это известная история и лимонная лица и забыл привезли кого-то сельский союз ставят много километровой осень посмотреть на одну картину и перед раневский стоял мужик который смотрит и говорит он отставил только что на морозе замерз злой и говорит и чай не нашли вне и ногу бабы какая-то и чем за 8 стоять столько на стороне всескала простого веков сам раньше сама решает кому нравится кому нет вот так могут сказать о себе люди которые настолько самодостаточны насколько в себе уверены что они уже сами выбирают кто и будет любить а кто не будет к сожалению те люди которые не уверены в себе с низкой самооценка для них очень важно чтобы их любили чтобы к его так вот относились и они по слову поперек говорит конечно не будут на вопрос мы ответили вернемся немножко дальше и поэтапности комплекс неполноценности и низкая самооценка что это и как это взаимосвязано но одно вытекает из другого то есть комплекс неполноценности выстекает из низкой самооценки сначала человек в каких-то проявлениях себе не доверяет но морщина себя пахнет специалистам ребенок может считать себя плохим учеником что он несообразительный что он тупит не понимаем медлительный при том как он понимает родители это все делают вот сам ничего не понимает пока у нее слышит про себя кто на самом деле да постепенно это выражается в его ущербности то есть вот эти оценки негативным нем закрепляется что такой комплекс неполноценности когда человек считает себя неполноценным то есть ущербным что он этого не может сам и человек никакой да там и муж никакой и мать никакая и профессионал никакой и так далее комплексы разные кто-то из-за роста кто-то из-за лысины кто из-за чего то есть поводов человека себя не любить в его вот этом невротическом больном сознании огромное количество за то что ты мало зарабатываешь за то что ты не можешь создать отношения за то что ты плохой сын или плохой отец и так далее это можно бесконечно перечислять комплекс если большинства маленький рост большой живот выясина старость и так далее вот классический пример сколько известных бабок мой дар петель не видим который запрещает называть внуком себя бабушкой не будем приходить на личности вот только по имени что это такое это комплекс во первых но это глупо да сейчас ноте но мне было бы приятно что к вам не будут внука не вот не михаил называть а все-таки дедов у меня нет комплексов у них есть кого у многих но женщин в основном конечно у нас семье запрещено звать меня это самая бабушкой да только по имени вот просто проявления мужчины которые сейчас я правда уже не встречался и скорее было много до который назили накладку на голове на месте лысина ну что это такое но я красиво это вот алицет шеет накладка мужчины которые красят волосы как правило волки на рыжие цвета закрашивает сидя ну да люди которые носят балахана чтобы скрыть свой живот но тут можно люди которые делают подставные каблуки чтобы там увеличить росту бред конечно притом а ядра он заключается в том что любит тебя независимо от этого набора до высвет и толстый так далее вообще не это главное это все роли как правило выборе не играет но люди с комплексами они думают что вот это самое важное что если у них что-то не склеивается вот конкретно из-за этого смотри меньше люди с комплексами ай эгоисты я уже объяснял они эгоисты в том смысле что они зациклины на своих проблемах и он честно говоря нет сил реагирует на других людей в этом смысле их мордовать эгоистами они поглощены вот они вот чек с тобой разговаривались а сам думает да вот как она часто меня она вообще видит да что я вот меня волос там не хватает например да а еще знает сколько мария лет например а то мне не спрашивать какого года рождения спросит мне прямо уже сейчас как-то не по себе то есть он вообще как сказать он поглощил внутри себя да у него другие проблемы то чтобы был бы зритель а повод о чем себе подумать погонять в чем я плохо сказала конечно все это работает со зрителями когда человек сам но по себе его это не интересует это все же его зависимость от других людей вот мы начали с самооценки да вот как его оценивает окружающий конечно это зрители тоже если нет публики ему какая разница лысый он или молодой ну наедине с собой я думаю они тоже занимаются неким самая не что потому что ему выходить и обратно вот ему всеми ловить взгляды людей нужен готовый портфель с которым выйти на улицу да я вот сегодня не успел помыть голову я буду всю дорогу идти и думать у меня все смотрят и думают какой же он отвратительный потому что он не помыл голову и весь мир об этом знает в ту же секунду до сожалению он озабочен собой и думаю что все на его рассматривают микроскоп когда пишут характеристику на себя вот вы в школе рассказывали пример да и пишут другие на тебя характеристика ну а цены оценивают как-то а это не является зависимостью или не формирует зависимость от самооценки других твои самооценки я не знаю у взрослых это не практикуется но где-то в корпорациях может быть я говоря о детях которым примерно 6 и 8 и вообще начальная школа дети вообще в этом возрасте себя плохо осознают да у них такая плавающая то что они растут самооценка и это дает им понимание несколько зависимости от менее других коррекция даже сначала про себя сам пишут а потом он корректирует самооценка обращая внимание на свои там сильные или слабые стороны нет это в общем такого здоровом ключе происходит у взрослых это не практикуется более того подросткового возраста вообще ранимый это не это никто этого не делает там 15-летнего можно просто обидеть что ты для девушку да там про и внешне мнение это касается маленьких детей только начальной школы воспитывать девочку семье все ее любят все говорят какая-то необыкновенная ты принцесса растет этой принцессой потом выходит в мир и видит что она далеко не принцесса а ну чуть получше нигде она не видит если воспитали принцессы у нее все будет как у принцессы без исключений а и такие примеры есть я просто иногда допускал такие ошибки сам до когда я приходил на личности работая на радио на телевидении я позволял себе говорит а посмотреть я не знаю там дала пугачёва дала пугачёва живой человек я читаю не этичные обсуждать но поверьте мне те люди которые считают себя принцами и принцессами внутренние этой света состояния к ним точно так же отправиться как принципы принцессам у них не бывает разочарований а люди другое путают найти когда говорят что она такая высокомерная как принцессы это недолюбленные дети там все наоборот вы знаете вот в каждом классе и вы учили школе до бывает одна звезда то есть один мальчик и одна девочка такие плотка реальные принцы и принцесса это самые труд трудные психологические дети в классе которые не могут ни с кем наладить отношения а все остальные воспринимает их как недоступных то есть они на такой же высоте до американцы обожают эту тему в молодежных комедиях что это вот там король класса это самый круто нет это дети как-то вообще оторваны но нормальных отношений между детьми до которые запутаны себе которые никого не подпускают которые манипулируют там они какая то есть там группа поддержки типа друзья которые говорят по-русски 6 ряд это это другая совсем история а люди путают люди обожают например спрашивать меня такие вопросы типа а вот если я ребенка любить уже избалованы вырасти нет избалованы вырастет если его не любить но от от откупаться деньгами подарками и так далее да вот тогда избалованы поэтому ребенка нельзя перелебить ни при каком раскладе и если у нее психология не исключительности принц то принц не смысле что он лучше других да а что его уважает его любит собственно ребенок открывает рот родители его слушают как ни странно он говорит вот они приходят магазин ребенку четыре года мама говорит давай посмотрим это вот эти ботиночка для меня эти не нравится и она покупает те которые нравится ему то есть он привыкает к тому что он личность с ним считается вот такой принцип и у нее всю жизнь и нормально поверьте у них проблем нету а любовь себе это равно адекватная сарацинка для вы в себе это роман который длится всю жизнь как сказал один классе на вечна в чего равно адекватной самооценки то есть он и да потому что не либо в себе это тоже синоним заниженной самооценки ну вот тогда в автобусе до люди которые себя любят адекватно себя оценивает мне жарко я не могу терпеть это я открываю окно а другому себя любящему человеку холодно как вот уважи мод грань до любовь себе и уважение к окружающим я сейчас скажу вещь понимаете в чем дело есть такие философские вопросы которые вот к такая фраза маленькая да они можно делать часовую передачу я скажу коротко вам жарко откройте окно а тем кому холодно это будет уже их проблема и они скажут а мне холодно и закроет окно но вы делаете то что вы хотите они делают то что они хотят если вы другу уважаете то вы считаетесь и решаете проблему полюбовно или мы сейчас откроем окно проветриваем и закроем или мы пересядем вы сядете там где не дует а я себя дозрит в окно и так далее плохо когда а чек заискивать начинает ему жарко он его не открывает что сейчас будет скандал отчаяния обо мне подумают или в меняемой ситуациях человек не просит даже разрешения он говорит мне холодно я бы хотел открыть окно и игра другие могут сказать что они об этом думают там хотят они не хотят вот это адекватное поведение собственно говоря как ты сказал выше немножко до того как наши гости я вступила ты говорил о том что чаще всего люди приходящие к тебе в консультацию не могут инициировать инициировать как это правильно сказать у себя проблемой низкой самооценки не могут сказать что это собственно есть проблема понять что ссылаются на какие-то проявления вот для этого ну чтобы наши сети зрители собственно говоря тоже поняли если вдруг у них что-то есть я сделала такой небольшой словарь и людей с комплексом как бы заниженная сама то есть фразы мне не везет это и все из-за них если где-то я ошибусь может меня померяна как все правильно если бы не я бы а может я ошибаюсь сначала было все хорошо а потом но почему так получилось сколько можно чтоб я больше не видела не слышала и так далее ты меня доведешь чего-то от меня хочешь зачем же я опять у меня такой характер со мной так всегда у меня нет выхода я не могу рассчитывать на лучшее ты всегда ты никогда ты не обращаешь на меня внимание я тебе безразлично безразличен я уже устал напоминать сколько раз ты мне обещал обещала я тебя как человека прошу долго ты надо мной издеваться будешь да если я знал какой ты какая ты то ни за что бы как не надоело я и так знаю что ты скажешь что я тебе сделал сам сам сама догадаться могла бы мне плохо не могу потому что если бы у меня было как у я этого не переживу от меня ничего не зависит я так одиноко да что вы не стоит скажите что мне делать меня это ваш лучше не скажешь если вы обратили внимание 90 процентов того что ты сейчас прочитал это жалоба это жалоба там есть разные абсолютно реплики да по разным поводом но в глаза бросается одно основная масса вот этих слов которые говорят люди с низкой самооценкой они жалуются причина жалобы вот там вот такая фраза где-то не от меня зависит или если бы то то есть чек снимает себя ответственность за свою жизнь за то что с ним происходит всегда находит виноватого вот сто процентов если на стране будет кризис во первое что услышите языковой этот кризис вот гадалки не ходи что какие-то враги но вопрос внутренне и внешне тоже технически довели все-таки бас до сервиса если вдруг вообще какая-то ситуация возникает то как правило с низкой самооценки люди вместо здорового анализа первое что делает находит виноватого который на самом деле вообще никакого отношения не не имеет ситуация но чеку обязательно надо я уже об этом тоже миллион раз говорил как обожают горит психоаналитики в ком-то разместить чувство обиды и унижения то есть вот как вот есть вот бог на которого молятся вот так люди с низкой самооценкой у них этот бог это чек который заставляет их страдать человек как из-за которого как им кажется им плохо вот то в ком они могут разместить свои обиды и унижения самое интересное что на этом построена невротические любовные отношения то есть мужчина который вызывает у женщины слезы это мужчина наш почему а другие не вызывают а этот мороз заставить меня плакать я за одно этого люблю затронуться глубоко спрятанные струны для как формируется низкая самооценка не сама по себе точно она формируется конечно родителями она формируется тем что родитель даже любят детей на будущее сами людьми ущербными ребенка внушает с детства чтобы он поменьше говорил не высовывался помолчал это еще так сказать вариант light есть вариант пожёстче заткнись мне это не интересно ты мне уже это я сейчас по другому списку пройдусь так уже с другой стороны да ты мне тоже рассказывал ну и что что пятерка и че позвих такой что ли а ты обязан ну обязан ты должен ты в принципе никто то есть это позиция родители по которым дети такой мусор под ногами которые вынуждены они терпеть вы родили уж теперь приходится наращу я тебе все же отдала и ты мне еще за это и должен это ребенок который несу сюда свои руки это ты сломаешь это тебе еще рано это вообще не трогай я например помню как мы с братом к новому или маленький нас не было денег но мама так сделала что а она сказал давайте купим отцу телевизор как сейчас помню рубинт 714 по моему один из первых цветных телевизоров стране он стоил огромных девушку рублей 700 по моему огромный или 300 на огромные деньги примерно 10 моих учительских зарплат школе но я тогда учился сам школе у меня было лет 10-12 брата было лет 16 на и и видимо дома были деньги ну там отца с матерью они взяли дима нет мама взяла нас братом мы пошли выбрали телевизор купили его принесли домой отсюда день рождения в коробке такой стоял красивый отец был счастлив достал твизор поставил на струбочном первый сказал и все руками не трогать вещь новый к телевизору не подходить если я и что-то подошло неделю спорить телевизор не будет нормально вот вот примерно как у людей формируется самооценка вот так примерно притом отец стас любил это ну так сказать проявление сейчас можно посмеяться да и детям было обидно конечно а родители буквально не дают детям развиваться потом бывает родители которые гиперопекаемые опекающие то есть они не то что смотрят ребенка они ему по-другому не дают раскрыться они все вместо него делают они не дают возможность там подумать над чем-то решить проблему самим там у нее няньки его выносят из квартиры в осанке сам их пересаживает на качели скачали снимает обратно на санке и санок уже в лифт и домой то есть ребенок абсолютно но обездвиженный ему не дает возможность как-то проявлять себя начали реализовываться ничего да за нее делают это тоже плохо но это всегда лучше чем если его унижают обижают обзывают играть уже обзывает детей и дебил и идиот эти 20 раз говорю ты че не понимаешь вот это все же она же все откладывается в голове ребенок начинает себя сам таким считать то что уже верит своим родителям реально думаешь он дебил но если они так говорят хорошо если в детстве допустим обошлось вот без этого то есть вроде и ребенок вырос адекватно во взрослом состоянии как практики не возьму практически невозможно уронить свою самооценку а вопрос во взрослом состоянии может быть только жуткое избиение изнасилование такие но экстраординарные вещи потому что а во первых а вот ну мы все учили в школе кого в школе чмарят вот кого обижают дети ровно тех детей которых дома обижают их родители всегда без исключения родители обижают своих детей дети с этой самооценкой приходят школа и идите вообще такие жестокие существа достаточно потому что они больше чем взрослые блисты к природе и они считывают вот это психология жертвы и начинает преследовать у них пессим проявляется поэтому или это в детстве или это очень редко но я не знаю что должно произойти чтобы взрослого человека покачнулась его самооценка это вообще базовое его состояние с которого проживали на 20 лет 30 лет или должно что-то очень такое серьезное произойти какая-то психотравма просто так этого не может быть а если вариант со скрытыми какими-то началами скажем ну в детстве допустим что-то заложили но вроде бы пока это не вызывало вот какой-то реакции ничего не происходило все было ровно и вроде бы все было нормально а потом вдруг какая-то вот ситуация которая выцепила за собой вот это очень сложная система есть когда родители себя нормально ведут вы сами они люди учебные такое очень часто бывает это мама вот представься да какая-то как она сама считается брошенной никому не нужны никогда не была замужем родила там от разных мужчин троих детей предположим денег никогда не было все живут очень бедно с хлеба на воду все как бы она очень любит садить его она сама все настолько неуверенны и настолько низкого мнения о себе она внушает это детям своим поведением тем как она разговаривает с людьми по телефону тем как она себя ведет как она вот все со все свои комплексы да она просто выливает на них неосознанно она не говорит что они идиоты нет но она и не может сказать что они там молодец там гениально тебя поздравляю ты лучше всех почему не нет такой лексики она сама к миру так не относятся она сама чек зажатый закомплексованы и это она очень часто несет масса более того я же всегда разбираюсь с людьми которые приходят в консультации там это мама с папой цвета и да но очень часто бывает именно такие ситуации ребенок не может ничего плохого вспомнить его не били не ругали не наказывали но мама по описанию представляйся сто процентов это тащики бывает история там папа алкоголик маму избивал а вас не прожила 15 лет 20 лет позвончим она жертва и вот она свою эту жертву на психологии просто как говорится вот и резким молоком передала такие же комплексы отцов бывает есть же мужчины которые тоже зажатые со страхами понимаешь неуверенные и у них такие же мальчики могут вырастить при том что они сами детей ничем не ничего плохого не делает просто какие-то свои личные качества они передают даже чисто генетически своим детям вот все-таки каковы обоснования нести на протяжении долгих долгих лет а в себе вот ту позицию жертвы наше время еще раз выгодность никакой для человека то есть обоснования собственная скажем так и мотивация почему не избавиться от этого во первых так это не нам решать мы не можем выбирать быть нам жертвой или не быть жертвой можем выбирать тогда когда мы решили не быть вот этот момент выбор за нами до тех пор пока мы не готовы поменять что-то в себе мы не можем по себя сказать что типа хочу так хочу так почему воду ли правильно сказала эта борьба это преодолевает приходится что-то делать если не просто так усилен собой приходится делать то есть перед тобой толпа надо фортику открыть правильно ну так понятно что есть но такое столкновение конфликт его надо преодолеть и только тогда когда человек ну вот готов к тому что поменять что-то в жизни это происходит теперь еще два слова а в россии очень легко быть жертвой почему а кругом жертвы но уложили люди привыкли например с одной стороны плеваться на то что с ними происходит вы с вами ничего и не делать это есть психология жертва когда все вот я родился при хрущеве да но хрущева я не помню как поливали был грудной а вот так уж касается брежнева и всех остальных но просто вот 24 часа в сутки вот все плохо но скажем кто-нибудь палец о палец ударил нет валерий видишь на новодворской по этому поводу действительно сказала что мы за свои свободы вообще ничего не дали на просто сверху спускают нам и горбачёва сверху спустили ельцина сверху спустили и путина сверху спустили и брежнева сверху и сталина сверху то есть мы вообще живем такой что дали то и безя все вышло вообще мы ничего здесь не решает при этом все жалуются друзья мои или вы не жалуетесь примите ситуацию как есть или меняете а вот эта вот ситуация и то есть вот ущербная психология когда как бы не нравится но и ничего не сделать но так мы живем при том и так давно живем и хочу сказать коммунист вообще ни при чем как я думал раньше по глупости по молодости откуда у нас появились такие корни именно вот в нашей стране если это было раньше коммунистов то откуда у нас во первых очень достаточно агрессивные люди один пример москва например а город соорганизованным движением у нас есть светофоры разделительные сплошные полосы кучи милиции так далее тем не менее москва московские водители признаны самыми агрессивными и в мире а значит такой мир это индии где нет правил дорожных движений египет да нет там сплайна на улице светофоров не имеет где люди просто вот один на период едет да но другого просто тупо сигналит и газ пол и 2 просто как в мире животных передачи нервы знают он сворачивает они признаны менее агрессивными чем мы что это такое это оно и есть то как мы бьем детей своих но запрещено быть вообще в странах по всех мы бьем да а что в школах творится как детей унижает вот мы учили в школе каждый мы еще вспомнить как и не его так другого школе унижали это разрешено это разрешено тюрьма которых у нас пишут да где-то не и не несут исправления и тут унижения армия которые до призыва не сколько паскать родину защищать сколько поставить бойца на место объяснить вообще где он находится чего дальше ожидает а вот это знаменитые фразы правильно поставить себя в коллективе наш откуда вот по смыслу берется щек заранее готовится сейчас я буду призывать да решет уже сразу поставь себя правильно да ну я например по своему опыту могу сказать что даже многие и детей к садику так готовят туда начиная вот с научились давать дальше да что не решать как-то конфликт обсуждая а именно вот вот я бы как решил бы то что я могу все долго причитать это никому не интересно конкретно что можно сделать законодательно запретить физическое рукоприкладство по отношению к детям как это сделано и в сша и в европе пресловутая ювенальная юстиция забудь про нее вообще я кто-то в рот открыл тут же закрыл почему а взрослый боятся за то что пошатнется их авторитет во многих странах мира примерно в три года детям там в детских садах и в яслях уже раздают такие бумажки с телефоном куда позвонить насилие в семье так на минуточку и наизусть его уже знает какая венальная юстица чем-то говорить но если бы как вот запрет на курение сделали да просто сказали вот уйдешь по улице ты видишь что там мать шлепает ребенка по заднице орет на ней в лужу залез до он рыдает как это происходит вообще везде вы представляете да звонит любой прохожий звонит в полицию обычно приезжает социальная служба забирает ребенка мать вызывает значит на разговор выясняет что дальше с соседями начинает беседовать есть система ребенка забирает прием никакого детского дома приемную семью мать может присесть за жестокое обращение с детьми или могут забрать а ее отправить на психиатрическое лечение потому что она неадекватно если она избивает ребенка вы писать что не бывает вариться у она агрессивно и она представляет для ребенка угроза просто ребенок меньше поэтому свою низкую самооценку чем иначе она вымещает на более существует если бы закон такое было работал если бы кто-нибудь уже привлекся за это то наверно дети были бы но что или менее агрессивно следующее поколение было быть добрее и спокойнее почему там те же европейцы до спокойнее потому что у них есть идеология семьи в принципе они воспитывают детей более не менее одинаково там есть извращенцы там и физической и сексуальной носили в съемник тоже присутствует но эти случаи они не носят массового характера они носят единичный характер и это преследуется по закону у меня был случай а я как бы передачи вел еще на урт и мне позвонил в редакцию мужчины и сказал моя жена в три галечки два ребенка за ноги раскрутила ударила головой об стену вот так вот нормально дальше был суд суд знаешь о чем забрать ребенка не то что мать не посадить не дай бог просто забрать у ребенка матери и просто отдать отцу но так как в органах опеки сидели одни женщины а мать рыдала что она да не что-то нашло и больше это не повторится последний момент просто очень ситуация отдали обратно матери мужик приехал в остатки выжил неделю чтобы меня как-то встретить и поговорить со мной об этом я могу дать адвоката да но это из а значит почему а это не считается большой проблемой живой остался ребенок но с утрясением мозга бы мог бы так а батарея удариться без мамы а нажимать а ему все пять лет ему отец не нужно пять лет а может не 15 шабацуто отдавать была передача с малахова когда там а я не буду длинные истории рассказывать там была девочка которая реально боялась родного отца потому что он избивал ее в четыре года или пять мать избивал а потом мать от него шла с ребенком вышла замуж за другого и погибла значит ребенку светит обратных папе этот они родной а матери в живых нет ситуации понятны на студия ребенок рыдает боится этого мужика просто уснулся этого приемного в колени гает папа не отдавай меня его боюсь на что андре малахова говорит да ладно что вы отец родной нападе поцелуй его но нельзя аж так он папа стой они так чуть ли там не ожоги на теле которым сидят он прижигал как главная что отец начало про мне богу то эта психология есть вас по центральному телевидении говорят что твой папа поди помирись 10-летний девочек который просто не истерика реально случилось прям студии когда вы к мужика увидела ну что если такая у нас идеология богачок прогрессит спрашивать вот она играет жертв агрессивных до стать агрессивно всегда жертва люди с собой довольны не агрессивно никого не боятся поэтому них нет этой превентивная агрессия у нас осталось совсем чуточку времени поэтому я думаю что мы успеем ответить хотя бы на парочку удалось михаил у меня часто бывает страх публично опозориться когда нужно что-то сказать или когда нужно показать свою работу я человек творческой профессии за этого я могу спасать перед участием в конкурсе например или же я впадаю в ступор когда предполагается озвучить ответ и я уверена что его знаю вместо этого цепенею молчу в какой-то момент поняла в чем моя проблема заставляю себя перебарывать с таким состоянием скажите пожалуйста в каком направлении мыслить чтобы сооценка сама оценка повышалась что говорить себе может быть стоит провоцировать себя если возникает конфликтная ситуация не избегать ее не уходить даже если есть возможность а наоборот бороться или избегать конфликта нормальное желание вот знаешь какое дело но во первых там чисто психсоматик это все как и до выступлением становится плохо он начинает там руки потеть там он белеет краснеет у него пересыхает горле он не может говорить или какие-то спазмы и так далее все понятно и это помогает всякие там типа аута тренинга выступления какие-то репетиции выступления сначала перед зеркалом потом перед близкими так далее это все понятно я америки не открою я открою по-другому изначально проблема в том что ты воспринимаешь своих зрителей как врагов и ты их боишься ты они не друзья твои они хотят твои смерти поэтому таким так относишься поэтому ты не можешь перед аудиторией выступить потому что с детства когда открывала рот тебе его закрывали ты понимала что люди которые с тобой так поступают не дают тебе возможность там сказать те же родители они тебе не друзья они вообще не любят я хотел чтобы ты заткнулась и когда ты взрослые пытаешься это воспроизвести у тебя срабатывает механизм все кругом враги я должна доказать а лишь как они как на бой же идут до эти люди усугубляя ситуации еще больше правильная ситуация это друзья которым интересно то что я говорю но для этого надо чтобы мне было интересно то что я говорил что я сама себе интересно тогда и им будет интересно а врагов здесь нету в зале может и помогает вопрос от михаила но уже на пищевая непереносимость яичного белка то есть это не смертельно но может вызвать со временем болезни вплоть до язвы она знает но все равно ест потом мучается желудком и все равно есть это мазохизм знаешь но обычно в рост алинести ограничивают ну нет но есть так сказать на этом мы сейчас упадем куда-то в какие-то дурацкие философские рассуждения так себя пытается убить медленно медленно наверное это смерть от яичного белка но хочется женщине видимо просто папка на запретные люди которые увеличивают ценность того что им нельзя еще один повышение самоценки там несколько пунктов да и вот у меня как бы я совсем поняла один из пунктов был говорить всегда что нравится и что не нравится да и другой пункт еще был такой что отвечать тогда когда тебя спрашивает вот в последнее время я еще в транспорте общественно да и наблюдая такие ситуации которые мне допустим неприятны допустим сидят молодые люди стоят бабушка дедушка перед ними они не уступают и мне хочется возмутиться и не надо до это проблема бабушки-дедушки когда это вас касается вступайте объяснить почему не потому что я не люблю бабушек и дедушек есть причина по которой они сами это не делают они почему не просят уступить все места боятся они они очень часто подходят именно к девушкам это 70 молодые люди вот прям ряд и я буду одна сидеть людей женщин они подойдут ко мне хорошо они могут сказать пусты вежливо да не орать в некоторых просто орут жестко ты чё типа молодой козел расселся нет они вот платить скатер мне трудно стоять и могли бы мне уступить место все они этого не делают они должны проблемы решать сами свои проблем нет меня как могут таковы жесткости да но они они не беспомощные они действительно могут подойти и попросить но у них жертвенные психологии дальше они будут делать они будут стать и вот эти сволочи то молодые а вообще стариков не жалею при этом они не сами не подают и не скажет я опусть такой вообще вместо не уступалась и сначала меня обматерили за то что я сижу при этом не попрося если мы говорим о том что я нужно первую стать это общая культура с ней мы закончили давно я помню эти годы 70-го стерка до но было лишь просто автоматически вставала бы не доходило до вопроса просто ради автоматически вставали сейчас этого нету сейчас народ жестче жизнь жестче поэтому все немножко изменилось но от хвои рота скажите не уступит место есть попросишь тебе уступят но если не просишь стоишь и ругаешь и в то же время не садишься и не просит уступить место но реши эту проблему сам психологического поняла спасибо миш время подошло к концу нашего эфира поэтому вкратце пару советов нашим сети зрители моих гостям у нас студии и сегодня знаешь я форексом показали стараюсь не менять все то же самое делает то что хочется стараться не делаю то что не хочется сразу говорить то что не нравится отвечает на вопрос когда спрашивать когда не спрашивать ничего не говорить и когда фракта спрашивает отвечать прямо на вопрос и стараться меньше оправдываться помнить что любое объяснение являет по сути оправдания я приведу самый тупой пример если вы опаздываете на работу то не надо ничего говорить если вас просят вы ответите почему лучше правду но когда вы опаздываете и бежите сразу в начальнику ой я сегодня и такое какое-то никому не вообще никто в это не верит такую легенду то вы и жертва выглядит и некрасиво и вам самого от этого точно поэтому лучше достойно опоздали а если вас просили ответили вот и все всеми спасибо спасибо нашим гостям спасибо нашим сети зрителям на сегодня мы с вами прощаемся встретимся следующий вторник в нашей студии всего доброго